Представители администрации, казаки, сотрудники службы судебных приставов и миграционной службы. На разводе рейдовых групп первый заместитель министра гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края Николай Малюк разъяснил правила проверки и формирования секторов. На поряжении главы администрации Краснодарского края номер 112 от 11 апреля этого года силами муниципальных властей города Анапы, администрации Краснодарского края, Казательство и Главное управление ВД по Казательскому краю проводится операция «Курор-2400» под условным наименованием, назовем его так. Выководитель сектора получает пакет документов, получает в свое распоряжение личный состав, в котором даны адреса административных участков. Вы все принимали участие в Сочи, учить вас многому уже не надо, все знаете. В состав каждого сектора входят три проверяющие группы. График работы межведомственных комиссий ежедневно с 13 до 22 часов и отчет групп каждый вечер после проверки. В каждой группе два участковых уполномоченных, приданных, как правило, как сотрудники других подразделений, не анапоги, представители казательства и представители муниципальных властей, которые находятся у нас слева по флангу. При проверке сотрудники должны представиться и заполнить карточки опросники по итогам беседы с гражданами. Пишутся они легко, с предъявлением паспорта, либо иного документа. Что касается иностранных граждан, там особый режим, там проверяется, участковые знают, и регистрация, и его нахождение. Есть у него патенты, у него продление патентов. Граждан России, жители Кубани и приезжих гостей просят отнестись с пониманием к таким проверкам и проверяющим. Это не ущемление прав, а профилактическая работа в целях безопасности населения.